В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Продолжаем наше занятие. Передний фартук. Мы подготовили картину справа и картину слева. Окончание гребня фалялангет, фалязан, паскату. Теперь мы его сейчас будем уплотнять при помощи конвертных крещей прямых. Постепенно, не спеша. И нам теперь нужно будет дополнительно эту картину подготовить еще слева. То есть, слева нам нужно сделать то же окончание гребня, но оно у нас будет точно такое же, как и справа. То есть, под 45 градусов. Для этого мы будем пользоваться... Вот так это выглядит. Поменяем немножко ракурс. Чтобы было вам все видно. Выпрямляем нашу картину. Снизу. И теперь мы сейчас проводим... Удобно очень использовать для проведения угла под 45. Конвертные клещи. Вот мы сейчас провели линию под 45 градусов. И сейчас при помощи подрезных ножниц мы сейчас сделаем рез. Мы сейчас сделаем рез. Почему подрезными, потому что это идеальные ножницы для коротких резов. У них есть насечка на лезвии. И они не скользят по металлу. Выпрямляем при помощи крольных клещей, изогнутых, по линии гиба. Будем отгибать. И сейчас по этой линии гиба мы кромку отгибаем. Ну, язычок, который у нас образовался, мы его придерживаем руками. Немножко выпрямим язычок, который слева. И руками уже будем догибать кромку, которую мы поворачиваем, загибаем, отгибаем под капельник. Так, крольщики работают руками, потому что железо крольное позволяет это делать. Сейчас у нас язычок. Надо его отогнуть на место. Немножко он приподнялся. Итак, мы отогнули кромку, и у нас уже приобретает вид, вот так вот оно все выглядит, уже более такой завершению. То есть мы закончили подведение рядового под карнизный свес. Мы закончили подводку рядового под карнизный свес. После того, как мы сделали подводку рядового к карнизному свесу, картины справа, картины слева, теперь мы можем приступать к формированию двойного стоячего фальца. Для этого мы будем использовать... Есть разные способы, но в данный момент мы сейчас будем использовать клещи круженные под 45. Отгибаем кромку сейчас 9 мм. Это надо делать постепенно. Отгибаем кромку 9 мм. Железо у нас 0,50 мм. Северсталь. Покрытие полиэстер. С этим железом нужно очень аккуратно работать. А вообще, по большому счету, все железо, которое имеет покрытие полиэстер, нужно покрывать пленкой в заводских условиях. Потому что, когда мы работаем и встраиваем фальцевую кровлю, то такое железо очень... С ним сложно работать, оно... Покрытие очень такое нежное, на них оставляются царапины и порезы. В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. www.mechanikaspb.ru Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия «Одинарный лежачий фальс». Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть от меня, мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас застряхована, это у нас будет ослабление фальса на П-отгибке и ослабление фальса на Г-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд Колледж водных ресурсов профессионально, качественно 15 дней в оборудованной кровельной мастерской телефонной экране. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фальсовое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Редактор субтитров А.Семкин Линия сопряжения у нас сверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 мм. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 мм. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. И Редактор субтитров А.Семкин